Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте взглянем на подтверждение RTX 3080 Ti. Посмотрим, как оверклокеру удалось разогнать оперативную память на плате B560 и узнаем, где точно не выйдет игра Stalker 2. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Поэтому давайте не тянуть и перейдем сразу к делу. Буквально только что стало известно о подготовке партнеров Nvidia к релизу видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Компания Asus планирует выпустить новинку в двух модификациях линейки Rockstrix, которые будут отличаться только разгоном. Упоминание о новых 3D-ускорителях было обнаружено на официальном сайте тайваньского вендора и подтверждает наличие 20 Гбайт видеопамяти, как и предполагалось ранее. Тем временем журналисты Digital Foundry составили топ-9 самых графонистых игр уходящего года. Первое место заняла игра Cyberpunk 2077, несмотря на многочисленные проблемы на старте. В польской игре изданию нравится отличная детализация, raytracing теней, отражений и глобального освещения. Но в Digital Foundry подчеркнули, что вышеописанная относится только к ПК-версии игры, а её консольные варианты ужасны и не должны были выходить в таком состоянии. А компания Intel готовит мощнейший удар по компании AMD и удар этот будет сделан в мобильном сегменте. В сети появилась утечка нового 45-ваттного процессора для ноутбуков с 8 ядрами и 16 потоками. Он работал с тактовой частотой от 2,6 до 4,8 ГГц и был замечен в составе ноутбука Dell. Чип будет обладать внушительным объёмом кэш-памяти, всего 10 Мбайт второго уровня и целых 24 Мбайт третьего. Кроме того, можно отметить новые инструкции и поддержку AVX 512 для Tiger Lake. А учитывая, сколько попугаев Geekbench'а выбивали четырёхъядерные Tiger Lake H, то боязно представить, на что будет способен этот камушек. Тем временем, один известный оверклокер под ником Hurakazi 5719 сумел запустить XMP-профиль оперативной памяти в 4133 МГц на материнской плате B560. Память работала на такой частоте как с инженерным Core i9-11900K, так и с Core i9-11900. Это косвенно подтверждает, что Intel может отказаться от своей политики по разгону и дать пользователям свободу в этом плане. Также стала известна некая информация о выходе Rocket Lake S. Один источник утверждает, что их массовое производство начнётся в январе и публикует утёкшую дорожную карту компании. А ресурс Videocards говорит, что производство инженерных образцов началось в июне, а их доработанные версии начали производиться в августе. И те образцы, что фигурируют в последних утечках, это квалификационные модели, предназначенные для партнёров по тестированию. И судя по всему, стрелка на дорожной карте намекает, что первые образцы могут стать доступны гораздо раньше, где-то перед китайским Новым годом. А вот о Сталкер 2 поступило пару интересных новостей. В официальной группе игры один из менеджеров сказал, что игры не будет на старых консолях, чего кстати никто и не обещал. А помимо этого свежая информация об игре должна появиться до следующего года. На днях разработчики в очередной раз подтвердили это комментарием в официальной группе. Таким образом, новые подробности о Сталкер 2 будут опубликованы уже в ближайшую неделю. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. Всем хороших выходных и до скорых встреч.